Что за... В общем, Хлои установил камеры на повредение. Серьезно? У него явные проблемы с доверием. Хлои и Джойс вообще об этом знают? Офигеть! Кейт Марш? Почему ему нужны её фотографии? Так, это уже совсем странно. Кейт Марш, она знает что-то. Сегодня в школьном туалете ты вырубила пожарную тревогу. Именно поэтому он не напал на тебе на парковке. Всё сходится. Ты же мне жизнь посла. Скажи мне правду, Макс. Ну ты прям детектив, слушай, а? Как я всё сопоставила, а? Один из моих пистолетов пропал. Нейтан стащил! Это ты стащила его? О боже, не брала я твой пистолет. Ты ведь знаешь, что я верю в контроль над оружием? Это что, травка? Ты здесь опять кайф ловила? Ну конечно, пушки, наркотики. Да ты упор. Я устал от твоего неуважения. Скажи мне правду, это приказ. А это чё? Собака, я не знаю, что мне делать. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Да и все, кто меня сейчас смотрит. С вами снова Рэнд Даннер. И мы продолжаем доканчивать первый эпизод Хризалида. Life is Strange. Ай! Ага, я понял. Я не знаю, как мы будем вокруг этого. Понял, на что ты намекаешь. Давай, быстрей. Неожиданно так прям. Только начал серию и сразу уже камень мне катится. Мы с вами опять оказались в каком-то то ли видении, то ли... Так, тут опять время перемотать, да? То ли кошмаре каком-то, я не понимаю, что это. Беги! Ай! Зараза. Беги! Получилось? Ха! Чё за... Я так понимаю, мы... Ай-я-я-я-я-я! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Тихо! Да я в жизни никогда таких штормов не видел. Беги! Вот так. У меня, знаете, есть теория такая, что мы находимся как бы в каком-то переплетении времени. Вот, как бы объяснить так. Понимаете, мы очень часто... Блань? Я думал, это олень. Я так понимаю, что мы очень часто перематываем время. Вы сами пересчитаете, сколько раз мы уже перематывали время. Ого, торнадо вернулся. Это что, взаправду? Опять? Ах! Почти. А-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Сука, опять. Короче, расскажу об этом попозже. Когда обстановочка будет поспокойнее. Иди! Беги! Быстрей! Газета! Че это? 11 октября в эту пятницу осталось всего четыре дня до чего они до чего осталось 4 дня объясни мне страна направляется прямо на город а это в смысле до буря осталось четыре дня вот Chloe you're here I'm back oh my lord this is real it's real oh man this sucks max what's going on you totally blacked out I didn't black out I had another vision the town is going to get wiped out by a tornado Oregon gets about 520 news every 20 years you just zoned no no I saw it I could actually feel the electricity in the air come on take a breath okay Chloe I'm not crazy but there's something else I have to tell you something hardcore talk to me max I had the same vision earlier in class when I came out of it I discovered I could reverse time like I said not crazy but hi right listen to me how do you think I saved you in the bathroom by reversing time yeah sure I saw you get shot Chloe saw you actually die I was able to go back and hit the fire alarm okay I see you're a geek now with a great imagination but this isn't anime or a video game people don't have those powers max I don't know what I have but I have it and I'm scared shitless you need to get high it's been a hell insane fucking day it's like 80 degrees how climate change or a storm is coming max start from the beginning tell me everything winter is coming офигеть я-то думал как она это все разруль как она расскажет ей про перемотку времени это вообще нереально было как-то объяснить снежинки пошли и она и поверила мудель там с электричество он камеры ставит вы видели это мать хлои кафешки а это наш будущий бойфренд я надеюсь это что-то там плачет а это чё за мужик виктория ректор лысый блин которому наверняка заплатили чтобы на нас мать наругалась еще и наш любимый модник учитель скрытый наркоман-извращенец скрытый наркоман-извращенец скрытый наркоман-извращенец кэри-кэри-кэри-кэри. эфи, скрытый наркоман-извращенца рейчел рейчел я так понимаю это конец уже сколько прошло минут десять Издевайтесь Ладно Будем считать, что финал разделен на две части Первая более длинная, а вторая очень короткая Ну, что я могу сказать Да, про ту теорию, которую мне так и не дали договорить Я считаю, что когда она, ну вы сами поняли, она уже видела в будущем У меня как раз таки и была такая теория И я до этого не смотрел ни единого ролика Я вам говорю, я смотрел только начало, а дальше сохранил все для своего личного геймплея И вот у меня также была такая теория Что у нее эти головные боли Она же научилась перематывать время А это ее мигрень позволяет ей не перематывать, а ускорять, так сказать, в будущее Так сказать, нажать кнопку далее Она переместилась на 4 дня вперед, и тогда будет какой-то шторм Правда, я не знаю, что они успеют сделать за 4 дня За 4 дня Им же надо предупредить всех, им надо доказать, что будет какая-то буря И им, не знаю, о перемотке времени им вряд ли удастся рассказать Потому что ей просто не поверят, скорее всего, этот мудак, который там охранник, о чем он ее засадит Потому что скинут все, что она наркоманка Она чокнутая По виду так, собственно, и скажет Зажатая задротка какая-то В общем, я не знаю, как они собираются это все разруливать Я даже не знаю, как это все поделять на 5 эпизодов Если там у них остается всего 4 дня, я просто не знаю Хотя Если там остается всего 4 дня Это, получается, на каждый эпизод, по логике Уйдет один день Получается, последний эпизод будет решающим Когда придет эта торнадо И когда мы узнаем, что же случилось с этой Рэйчел Эмпер Хотя Чего нам о ней узнавать? Мы просто узнали, что она свалила и все Нам нафиг не надо узнавать, зачем она свалила и что Я тогда не понимаю, зачем вообще надписи о пропаже Она же сказала, что Рэйчел просто уехала Взяла просто и кинула ее Зачем эти тогда объявления писать? Я не особо понимаю Но в любом случае Второго эпизода уже стоит ждать на моем канале Его уже выпустили В переводе, так сказать Я, правда, не знаю, какой командой Первый перевод был озвучен командой Talmach Team, кстати говоря Я думаю, что хотя бы Quikly Team выпустит перевод Я как раз прямо сейчас скачиваю перевод Только там совместный перевод, знаете Первый эпизод и второй эпизод Вместе я не знаю Я сохранения в файлах не нашел Так что мне придется Наверное, провозиться полдня Чтобы перепройти все последовательности Все ролики мои пересмотреть Как я сделал решение Чтобы перепройти первый эпизод именно так Потому что там наверняка будет Если ты не прошел первый эпизод То тогда все решения будут приняты в разброс А я не хочу терять свои решения Которые я нарабатывал эти шесть Шесть уже? Шесть, можно сказать, с половиной серий Могу сказать лишь одно Игра мне понравилась И я точно буду ее проходить Это что-то новенькое Это очень-очень сильно напоминает характеристику Ну, точнее, не характеристику Как бы это сказать Стиль, во Стиль Telltale Games Очень сильно напоминает Но при этом что-то свое есть Во-первых, можно сказать Это отличие графики Это очень сильное отличие графики От привычной графики Telltale Games И, во-вторых, конечно же, можно сказать Это, наконец-таки, очень хорошее разнообразие выбора Я уже успел просмотреть различные ролики Как я вам уже говорил только начало Но после того, как я записал свои ролики Именно после того, как я записал свои ролики Я не удержался и посмотрел, как другие реагируют на это Как бы другие поступили И я был просто удивлен Какие там были различные варианты Например, где-то можно было спориться в чулане Где-то, может быть, ширмой под кроватью не получалось И это все надо было сделать за время Потому что, если ты не успеешь То этот батька тебя накроет Твоя подружка обвинит тебя в наркоманстве Ты должна либо взять на себя свою вну Либо скинуть все на нее В этом случае она будет на тебя злиться Или поддерживать тебя Или так же можешь, как я, например Если успеешь спориться где-нибудь То ты можешь так же либо скрыться, либо вылезти Я, к сожалению, не выбрал захоныриться Я решил, что так У моей подруги будет меньше проблем По крайней мере Она просто получила по щам И, как по мне кажется, заслуженно Че, нефиг дымить, че А так бы, если бы мы вышли Она бы просто сперла все на нас Типа, это все Макс курит Вот это все Друзья нужны не для этого Я, конечно, понимаю, что друзей надо прикрывать Ведь это же друзья все-таки Но друзья не нужны для того, чтобы вешать на них твои косяки Друзья нужны чисто для дружбы Чтобы поддерживать друг друга У них должны быть какие-то общие интересы Даже если их нет Их должно что-то связывать Какая-то неведомая сила, которая их объединяет Я, короче, сейчас начал уже философствовать Насчет дружбы В общем, друзья не должны так делать Косяки свои переваливать на друзей нехорошо А если она какого-то человека прибьет Мне тоже на себя вину взять, что ли? Мне за нее в тюрьме отсидеть, блин? Это же, насколько я помню, от 5 до 10 лет Что я могу сказать? Вот все, что я хотел сказать, в принципе Надо чем-то выговориться, пока пройдут эти титры В общем, чувства очень смешанные Очень... Очень такое гормональное начало С очень хорошей музыкой И такой резкий поворот в середине Когда появляются разные события И то, когда мы общаемся с Уорном Потом этот скрытый наркоман-извращенец приходит Мы его царапаем на машине Вот это все такое Потом опять все переходит к спокойствию Потом руганье Потом опять расслабляемся Опять этот торнадо Этот переход очень резкий Но в то же время довольно плавный И мне кажется По крайней мере Я такого еще не видел никогда В играх от Тейл Тейл И это уже чем-то различается Это не обычное копирование Стиля Тейл Тейл Это уже привнесло что-то новое Хотя Основы взяты из Тейл Тейл Но и свои Фишки Так сказать Отличия Они Принесли Спасибо вам за игру Да пожалуйста Всегда рад Ну а вам друзья Спасибо за просмотр Буду ждать вас Своих Новых роликов По Life is Strange Запрос статистики не был выполнен И за следующие ошибки Вы должны уйти в свой аккаунт Стим А у меня нет аккаунтов Стим Не нужна мне ваша статистика У меня вот тут Этого хватает Вы настучали на Нейтана Тут есть разные Вы выдержали Которую Да я ее поддержал Несмотря на то что Раньше ее называл Сучкой Шмарой Несмотря на то что Я с превеликой радостью Скинул на нее банку краски Но мне как-то ее было жаль Понимаете Не каждый плохой человек Достоин Той Той кары Не каждый плохой человек Заслуживает Той кары Которую мы для него хотим Вот как-то так Я могу это все объяснить Не стану углубляться Вы сфотографировали Как Дэвид Угрожает Кейт Мы вмешались Чтобы помочь Кейт Потому что Фотографировать будут Только самый настоящий Быдл Во Кстати мы к последнему Перешли Видите сколько тут Раз Два Три Четыре Пять Шесть Вариант А нет Подожди Пять вариантов Тут Пять вариантов Можно было Взять вину на себя Вместо Хлои Можно было ее обвинить Можно было остаться в шкафу Что мы и сделали Собственно А можно было выйти из шкафа Чтобы вмешаться Ну я думаю Что если бы мы вышли из шкафа Чтобы вмешаться То скорее всего Мы оба получили бы по щам Но по крайней мере Подруги были бы приятны Еще Получили бы по щам Вместе Зато атак Только одна получила Мы в шкафу Заныклись Черт Теперь я создал Свой выбор Возможно Я попытаюсь Как-то Переиграть Первый эпизод Возможно Я изменю Некоторые свои выборы Обо всем Я сообщу Уже В следующей серии Life is Strange Друзья Ай Это было внезапно Это типа такое Намек на следующий эпизод У меня аж мурашки По плечам пошли Ну классно Вообще Так классно У Тельтейлов Конечно Более Не знаю Как-то Плавно все идет А не так резко Вот как Так Ну давайте Проанализируем У меня будет Такая традиция В подобных играх Мы будем Анализировать Эпизоды Надо же как-то Растянуть этот ролик Чтобы он был Получше Побольше Так Как мы видим В эпизоде 2 В разнобой Что немножечко Различается С оригинальным переводом Насколько я помню Это называлось Life is Strange Эпизод 2 Out of Time Насколько я помню И если я правильно знаю английский Out of Time Это Это как бы Окончание времени Или совсем нет времени Но никак не в разнобой Это уж точно Так как мы видим Мы тут будем гулять Собственно по поезду В котором Точнее по рельсам По какому поезду Что я говорю В котором Наверняка собственно Из-за страны Хлои Мы тут видим Кстати закушать У него 2 кита В которой работает Ее мать Это Говорит нам о том Что мы Все таки сходим В закусочную Все таки Поговорим С ее матерью И может быть даже С кушаем бургер Также у нас тут есть Не знаю что это Свалка Скорее всего Какая-то Может быть мы там Тусить будем Также следующий эпизод Который выйдет Хрен знает когда Хрен знает в какую дату И эпизод 3 Теория хаоса В который у нас Какой-то трейлер В который походу Трейлер В который был Незнакомый нами мужик Это дом Хлои Насколько я могу помнить А это уже мне напоминает Какой-то Хоррор Я не знаю Ну вы представьте себе Назовите Перечислите мне Все Хоррор игры В которых Головную роль Играет девочка С фонарем Которая уходит По темным коридорам Уверен Название Игр С такими атрибутами Будет Занимать Не один лист Я вам говорю В общем Что-то такое Что изжать Вот опять на нас Направляют пистолет Как мы можем Заметить по Маникюру И Очертаниям руки Это женская рука Не знаю На Хлою Это не очень таки Похоже Может быть Мы К четвертому эпизоду Уже встретила Рэйчел Эмбер Может быть У нее есть Какая-то тайна Может быть Она Не та За кого Себе выдает Или Что-нибудь еще Очень интригующее Так Также мы Наконец-таки Залезем В ноутбук И Папаше Хлои И отчима Точнее говоря Аж к четвертому эпизоду Ребята Я вообще не представляю Что там должно быть Такого важного Чтобы мы Добрались туда Только Через два эпизода Вперед Я не знаю Тут что Какой-то пляж Показывают Это Это Внизу Рядом с Сучасом Как раз С тем Которым Маяк рядом И Пятый Последний Пизод Раскол В котором У нас Уже Показывают Все папки И я зуб Дую Что тут Должно быть Наше имя С нашим Докладом С фотками Это Та самая Фотка На фоне Наша Нашего Так сказать Фотогеничного Музея И наш Торнадо Из-за которого Собственно И будет Веззамес Друзья Ну что ж Я думаю Блин Я очень много Думаю Но не могу Ничего высказать Я могу сказать Одно Игра Очень хорошая И мы Обязательно Ее пройдем Может быть Рано Может быть Поздно Но мы Обязательно Эту игрушку Пройдем Так что Если ты уже Подписался На мой канал То не забудь Поставить лайк Мне это Очень поможет Мне Как бы Нужна моральная Поддержка И все такое Сам видишь В каком еще Состоянии Я еще зелен Так сказать Оставь комментарий Если захочешь Конечно Может быть Ты захочешь Поделиться Каким-то своим Мнением Ну или Так же Затролить меня Как это Любили делать Многие до тебя Но я надеюсь Ты же не из таких Да Ты же хороший зритель Ну а Если ты не подписан На мой канал То подпишись Чего же тебе стоит Дальше Видео будут Намного лучше Контент будет улучшаться С вами был Рен Даннер Всем удачи И хорошей Субтитры сделал DimaTorzok